Здравствуйте, я Мария Киселева. Обсудим новости последней недели. Совсем скоро 1 сентября, и мы, конечно же, все ждем этот день. Праздник для детей, праздник для родителей, праздник для учителей. Давайте разбираться, каким будет 1 сентября 2020 года. Ну, начнем с хорошего. Погода обещают теплую, до 30 градусов жары. Это значит, что детей утеплять не нужно, и детки могут прийти красивые и нарядные в школу. Даже несмотря на то, что традиционные линейки, к сожалению, в этом году будут отменены. Что касается масок. Ношение масок для детей не обязательно. Это по желанию родителей и по желанию самих детей. Если вы считаете это необходимым, значит, вы даете ребенку маску в школу. Совсем другая ситуация с учителями. Педагоги обязаны носить маску, когда они находятся в близком контакте с детьми. Но когда они объясняют новый материал и находятся на безопасном расстоянии от детей, например, у доски, носить маску им совсем не обязательно. Если в классе заболеет хотя бы один ребенок, то весь класс переводится на дистанционное обучение минимум на две недели. Многие учебные заведения ввели временной интервал для прихода учеников в школу, для того, чтобы разбить потоки. Также увеличено количество уборок и проветриваний в помещениях. В некоторых школах увеличены перемены, для того, чтобы эту уборку можно было сделать. Это все делается для того, чтобы наши детки были в большей безопасности, для того, чтобы можно было сохранить режим обучения в очном виде, а не дистанционно. Но если кто-то из родителей захочет, чтобы его ребенок продолжил обучение дистанционно, это можно будет сделать по отдельному заявлению на имя директора. Если родителям нужно будет все-таки войти в школу, записаться для того, чтобы пройти в школу, к директору или к какому-то учителю нужно будет заранее. Я уверена, что все эти нововведения помогут нам сохранить здоровье наших детей. Мы должны пережить этот период. Это все на благо нам с вами. Не все детки еще доросли до школы, но многие детки, конечно же, посещают детские сады. Численность групп уменьшать не планируют, но будут просить родителей подтвердить свой график и скорректировать его, для того, чтобы те родители вместе с детками не приходили в одно время. Это, опять же, позволит обезопасить наших деток от лишнего контакта. Когда дети будут выходить на улицу, группа будет находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Конечно же, будет дополнительная уборка, конечно же, будет дополнительная дезинфекция. И все это сделано не только из-за того, что мы боремся с коронавирусом. Просто осень, начало зимы – это сезонный грипп. Мы все прекрасно понимаем, как детки цепляют заразу друг от друга, и нам нужно обезопасить наших детей. А вы, пожалуйста, не забывайте про закаливание и про витамины для своих деток. Хорошая новость для велосипедистов. В центре Москвы организовали несколько дополнительных временных полос. Это очень хорошая новость, потому что велосипед становится все более популярным средством передвижения в нашем городе. Эти временные полосы просуществуют только до ноября, поскольку все-таки в холодное время года немногие жители пользуются велосипедом. Мне кажется, что появление в нашем городе большего количества велосипедных дорог, оно, во-первых, дает нам возможность больше заниматься своим здоровьем, во-вторых, позволяет более мобильно передвигаться по городу, ну а третье – это требует от нас особого внимания и особого отношения к дорожному движению. Когда вы садитесь на велосипед, не забывайте надеть шлем. Это такое же средство безопасности, как ремень безопасности, простите за тавтологию, в машине. Дальше. Если вы подъехали к светофору и вам нужно переехать дорогу, не делайте это верхом. Обязательно нужно спешиться. Это безопасность, это правило поведения на дорогах. Давайте будем уважать себя, уважать других. Тогда наша безопасность будет в наших с вами руках. Впереди нас ждет еще несколько теплых дней в Москве. Это здорово, приятно, и эти дни можно провести их с пользой, в том числе и для того, чтобы познавать что-то новое. Эксперты Еврейского музея и Центра толерантности создали онлайн-карту памятников архитектуры авангарда или, точнее, советского конструктивизма. Пока что охвачены окрестности станции метро Достоевская, Марьино Роща, Новослободская. Но, я думаю, с этого можно только начать, а дальше будет все это развиваться. Авангард в Москве берегут. Совсем недавно завершилась реставрация на Новинском бульваре дома Наркомфина. Всегда приятно узнавать что-то новое. И мне кажется, это неплохой план на ближайшие выходные совершить прогулку по местам советского конструктивизма. Онлайн-карту можно не обязательно смотреть в смартфоне, если вы хотите отдохнуть от своего гаджета. Создатели предусмотрели возможность распечатать эту онлайн-карту, и вы можете держать этот лист перед собой для вашего удобства. Ну и в заключение несколько слов о необычном. В Битцевском лесу жители обнаружили деревья, на которых высечены человеческие лица. И теперь жители теряются в догадках, то ли это природа так постаралась. Может быть, это просто фанаты толки, но решили изобразить энтов, деревья с человеческими лицами. Получилось хорошо, получилось натурально, получилось естественно, но давайте все-таки будем бережно относиться к нашей природе. Наша природа – это наши легкие, это наше будущее, это наше здоровье. Давайте проявлять свое творчество в каких-то других мирных целях, там, где для этого есть специальные площадки. Благо, сегодня в нашем городе таких возможностей масса. Пожалуйста, будьте аккуратнее и будьте здоровы. С вами была Мария Киселева. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok